Хочу начать это видео с историей, которую я услышал в бизнес-школе. В общем, команда ученых опубликовала в городе объявление о работе. И вот в чем фишка. Они указали две различные зарплаты за одну и ту же работу. Одна была 30 тысяч долларов в год, вторая 150 тысяч долларов в год. Вы, конечно, разбираетесь в экономике и понимаете, что 150 это больше, и, соответственно, заявок на эту работу должно быть куда больше. Но оказывается, что все не так, все совсем иначе. К этому пришли ученые, и те, кто изучает психологию, тоже знают, что человек делает самостоятельный отбор. Если у человека нет уверенности, нет желания и стремления, то у вас может и не быть возможностей, чтобы сделать первый шаг на пути к тому, что вы хотите. И перейдем к сегодняшнему видео «5 шагов по управлению уверенностью». Первый шаг – это правильная самонастройка. Это сказал Генри Форд. Неважно, веришь ли ты в то, что сможешь что-то сделать или нет. Скорее всего, ты будешь прав. Я постоянно это вижу, когда нахожусь в окружении успешных людей, в отличие от людей, которые не успешны. Это их ментальная настройка. Это сложно увидеть в повседневной рутине. Но если взять отрезок в 5 лет, 10 лет, 20 лет. Вера в то, что ты найдешь свой путь, вместо веры в то, что мир против тебя, что это экономика, что это босс, что это отношения, которым 8 лет, и они ведут в никуда. Вам надо отбросить роль жертвы. Да, я понимаю, что жизнь несправедлива, и все против вас. Но при этом многие смогли найти в себе силы сказать «Хорошо, я буду использовать то, что у меня есть, и я просто буду верить в себя». И затем я начну верить в то, что я могу пойти и взять то, что принадлежит мне. Все люди, которых я знаю, этот ментальный настрой, когда ты можешь найти и увидеть то, что другие не могут. Я не говорю, что это магия. Это что-то, во что ты инвестируешь время, силы. Ты жертвуешь, другие начинают это замечать. Удача поворачивается в вашу сторону. Удача – это возможность подготовиться, потому что ты начал вставать раньше, добавил 4 часа на саморазвитие, потому что ты веришь, что ты способен и достоин прекрасных отношений, что ты достоин этой работы, которая будет тебе приносить 150 тысяч долларов. Поэтому, если вы хотите достичь величия, то вам потребуется понять, что большая часть мира может вас не понять. Но именно это состояние ума, когда ты знаешь, чего хочешь, и ты стремишься получить это, несмотря на все преграды и то, что вам говорят люди. Когда я начинал свой бизнес, то все мне говорили, что 95% бизнесов закрываются в первые 5 лет. Ну что ж, хорошо, я пойду на этот риск, потому что если я этого не сделаю, то я просто загнусь. Я никогда не думал, но страх не попробовать. Я лучше провалюсь, чем не попытаюсь. И у меня было много провальных бизнесов, но у меня были и те, которые стали успешными. И именно так надо подходить к отношениям или к работе вашей мечты. Второй совет – самообладание. Измененный внутренний код действия. Лучший пример, который я могу вам дать, это Нео из «Матрицы». Это классика. 1999 год. Я помню, как я смотрел этот фильм. Я ходил на него в кино много раз. Он просто сорвал мне крышу. Когда мы впервые видим этого персонажа, и как он изменяется в конце фильма, это был его изначальный код, который изменился. То, как он себя воспринимал, изменилось. Технически это был тот же человек, что в начале и в конце. Но в конце он стал героем, который может практически все в сравнении с началом, где он жертва. Просто винтик в системе. Ну, с Нео понятно, все просто. Он подключал себе в голову кабель и уже умел драться всеми стилями кунг-фу. Или летать на вертолете. Для нас это не так все просто, но мы окружены книгами и людьми, которые обладают нужными нам знаниями. Вы можете найти ментора или учителя. Можете нанять репетитора, посвятить себя саморазвитию. Это могут быть аудиокниги, просто книги. Да вообще есть очень много способов, чтобы учиться и развиваться. Парни, если вы хотите найти работу, которая будет вам приносить в 10 раз больше, чем вы сейчас зарабатываете, то вам надо переписать свой внутренний код. А многие даже понятия не имеют, что это. Не знают, какова их миссия, их ценности. Даже не знают, какие у них цели в жизни. Многие из нас просто слоняются по миру, как зомби. Поэтому, ребята, уделите себе время и узнаете, чего вы хотите от этой единственной жизни, которая у вас есть. Какие ваши ценности. Потому что иначе общество навесит их на вас. Каковы ваши цели. Это же просто возьмите вашу цель на сегодня. Какова ваша цель на неделю, на следующий месяц, на год. Можно сказать, кто обречен на успех. Потому что у них есть цели, которые разбиты по этапам. Практически на 10 лет вперед. Они понимают, куда они двигаются. Да, они не обязательно туда придут, но часто это оказывается очень близко. И давайте не забывать про стандарты, потому что часто бывает так, что у нас есть картинка того, где мы хотим оказаться, но при этом мы принимаем людей вокруг нас и работу, которая намного ниже наших стандартов. Да, хочется найти идеальные отношения, в которых можно было бы провести всю свою жизнь. Но вы встречаетесь с теми людьми, которые не соответствуют вашим стандартам. Вы хотите развить свою компанию, оторвать ее от земли, но вы нанимаете на работу людей, которые предоставляют услуги намного ниже того уровня, который вы ожидаете. Поэтому, господа, если вы хотите прокачать свою жизнь, то вам необходимо обращать внимание на улучшение своего самообладания. Сейчас давайте обсудим повышение ясности при помощи действий. А именно речь идет об уникальном аутентичном внутреннем характере. Это когда вы шаг за шагом становитесь этим исходным кодом. Вы можете прочесть все книги в мире, посмотреть все лекции, найти ментора и делать все упражнения. Но вот в чем суть, вам надо реально начать жить как эта личность. Вот книга «Бородатый джентльмен». Я могу ее прочесть 10 раз, но она не сделает меня бородатым джентльменом. Потому что мне надо отрастить бороду. Да, все так очевидно просто. Но очень многие люди получают знания, а знания – это еще не трансформация. Знания не правят миром. Если бы было так, то библиотекари правили бы миром. Но это не так, потому что за этим стоит гораздо больше. Надо брать знания и применять их на практике. Лидерство. Я видел очень много людей, которые читают книги по лидерству. Ходят на семинары. Но знаете, что делает тебя лидером? Это брать на себя эту роль. Скажем, местное сообщество. То, чем никто не хочет заниматься. То, что надо сделать, и за это не платят, и тебе придется просыпаться в 6 утра, чтобы сделать эту лишнюю работу, на которую ты подписался на целый год. Но если вы хотите быть лидером, то это как раз то, что значит быть лидером. Это браться и делать грязную работу, которую никто не желает делать. Вы вряд ли будете об этом писать книгу, но как раз это и означает быть лидером. Давайте обсудим ваше мастерство моментальное впечатление. Это как раз то, на чем мы специализируемся на этом канале. Если вы смотрели наше видео, мы говорим снова и снова о первом впечатлении и почему это так важно. Знаете, парни, мне плевать на костюмы или спортпиджаки. Я не сильно парюсь насчет одежды. Что мне по-настоящему важно, так это то, что вы, мужчины, хотите изменить мир. Вы хотите открыть организацию или запустить свой бизнес, найти лучшую работу, но вот в чем дело, люди склонны к стереотипам. Мы просто глупые людишки, которые по природе делают выводы о чем-либо, исходя из того, что мы видим. И это вам следует уяснить и развивать. Поэтому если вы работаете в продажах, то вам надо одеваться соответствующе, чтобы вы могли закрывать больше сделок, делать более выгодные контракты, продавать дороже. Потому что вам хочется получить лучшую жизнь. Поэтому вы одеваетесь как успешный продавец. Или если вы работаете в организации и хотите вызвать уважение. Вы хотите появиться в банке, где собираетесь взять денег и сойти за своего. Они вам доверяют, потому что вы выглядите соответствующе. Вы выглядите как один из них. Да, вы, возможно, не ходите в костюме каждый день, но в этот самый день вы надеваете костюм и выглядите безупречно. Поймите, что уверенность это не только иметь хорошую одежду, а еще и уметь ее носить. Это понимание всей силы униформы, потому что не обязательно надевать модные вещи или дорогую одежду каждый день. Но у вас должна быть одежда по умолчанию, чтобы если вы случайно встретите своего клиента на выходных, то вы выглядели профессионально. У вас компания по уходу за газонами, у вас на рубашке небольшой логотип. Вы уже пересекались с этим человеком несколько раз. Он видит имя вашей компании и говорит. Вы знаете, мне нужно, чтобы кто-то пришел в понедельник. Спасибо за напоминание. Именно это делает униформа. Следующий шаг по управлению уверенностью, мужчина должен работать над своим окружением. А именно навыками по взаимодействию с людьми. Вы можете сказать, что мы живем во времена постковида, в котором люди уже не так много взаимодействуют. Наверное, навыки по общению уже не так сильно важны. А я скажу, что все как раз наоборот, потому что мы меньше взаимодействуем друг с другом. И когда это происходит, скажем, видеозвонок, то он означает гораздо больше, потому что люди будут придавать больше вес тому, что они видят, что они визуализируют и что они ощущают. Поверьте, да, важно, что вы говорите и как вы все предоставляете. Но если вы неосознанно принижаете достоинства людей, если вы заставляете людей чувствовать себя неловко, потому что вы не смотрите со стороны и не источаете силу и уверенность в видеозвонке, то не имеет значения, что вы говорите. Люди будут слушать и задаваться вопросом. А все ли хорошо с этой компанией? Или, боже, и это мой босс? Господа, вы должны осознать силу навыка общения. Мы животные, у нас есть этот инстинкт, бей или беги. Если вы заставляете людей нервничать, если вы выводите их из зоны, когда они больше не могут сохранять внимание на работе, а только и думают, что они не чувствуют себя комфортно, они не доверяют этому человеку. Цепляются за маленькие детали, поэтому необходимо понимать важность зрительного контакта. Да, даже на видео, как на самом деле общаться с кем-либо. Да, я понимаю, что, может, вы предпочитаете переписываться с другими. Но разве текст всегда лучший способ общения? Скажем, когда вам надо сказать, что вы собираетесь распустить часть от дела, что это тогда говорит о вас? Надо понимать, что мы люди и что есть определенные пути, как мы хотим взаимодействовать и как это связано с психологией. Это глубоко. Очень многие ребята все делают не так, потому что они забывают о своих навыках общения.